Тема моего выступления О тех героях, с которыми судьба свела в этой жизни Значит, по профессии я фотожурналист, наверное, вы уже все это поняли Вот и, наверное, хорошо, что сложилась судьба в то время, когда страну качала, лихорадила Менялась как бы старая машина, строилась новая На наши тогда еще молодые и совсем не подготовленные к этому головы свалилось огромное количество информации Которую еще предстояло переварить Нас призывали к тому, что систему будут судить Убеждали, вернее, нас в этом Систему коммунизм как агрессивную, тоталитарную, бесчеловечную Что будет суд, будет нью-нюрнбергский процесс И, в общем-то, готовить надо свидетельские показания к этому процессу И честные пацаны должны это делать, в общем, непременно Ну, я считал себя таковым Бросил всю работу Как бы официально бросил, так сказать, работать в СМИ Стал вольным, свободным фотографом И, так сказать, попытался для себя разобраться За что судить систему-то Ну и вот местом первого такого паломничества профессионального Было Аральское море Экологическая трагедия, она как бы тогда была на слуху И какие-то отголоски, проблемы доносились в кулуарах В основном наших разговоров Интересно то, что когда я туда отправлялся первый раз Это был 87-й год Корреспондент литературной газеты попросил меня Говорит, ну, сними какие-нибудь приметы уходящего моря Там занесенные лодочки Ну, в общем, что-нибудь сделай, какие-то картинки Знаете, мой инак просто потряс Я приехал туда осенью И было очень холодно А моря не было Море уже убежало километров на сто То есть мой инак стоял просто в пустыне И это просто под ногами была Соль, в которую ты шел и проваливался Эта соль раздувалась по ветру Разносилась по всему миру И умирали не только люди Которые пили эту отравленную воду Вот, собственно, картинка С которой мы и начнем Это вся флотилия рыболовецкая Которая нашла вот свое место Последнего приюта Оно было тоже недолгим Потом ее все распилили И продали, как на металлолом Интересно было то, что флагман Сейнер этот назывался 50 лет каракалпаки А все рыболовецкие баркасы Назывались именами социалистических республик То есть такой этакий Советский Союз На приколе, на вечном Символично было очень Ну, страна еще пока жила Вообще вся эта трагедия Получилась как бы вследствие того Что в голодной степи Которую никогда ни при каких обстоятельствах Нельзя было орошать Об этом говорили еще ученые Исследовавшие Россию Когда, простите Среднюю Азию Когда Россия завоевала ее И рекомендации там были прописаны Конкретные Что нельзя там ничего выращивать Создали рукотворные поля Воду наполив И на промывку От бесконечного количества химикатов Забирали из реки И в реку сбрасывали же Вот эти еды-химикаты После промывки этих самых полей В итоге в устье реки Уже не было воды А был такой рассол минеральный Который люди пили И, собственно, это провоцировало Безумное количество болезней Детская смертность Ну, зашкаливала абсолютно За все какие-то здравые смыслы Об этом никто никогда не говорил Просто оказавшись там Об этом узнавал Ну, по факту Просто по факту Муйнак Который, в общем-то, был всегда Очень благодатным И благоприятным местом жительства Покинули почти все А жили там Половина населения Составляли Уральские казаки Которые были сосланы туда Еще Екатериной Второй И вот Ощущение какого-то гигантского Театра абсурда Не покидало меня Всякий раз Когда я оказывался В этих местах Потому что Все то, что происходило Невозможно было описать С точки зрения здравого смысла Все было как бы вопреки И вот Единственное Что меня тогда Очень сильно Как бы Вставило, наверное По большому счету Я встретил там Почтенную супружескую пару Выходца из казаков Да И они не уехали никуда Баба Глаша Дед Андрей Вот И я Случайно с ними познакомился И Во всякий раз Когда приезжал Я привозил им там Деду Сети привозил Репелленты какие-то Еду привозил То есть мы дружили И Они мне тогда сказали Что нам некуда уезжать Это наша родина И потом Очень важно Они сказали Что у нас дети тут На Устюрте И мы не можем Их бросить Они нас не могут бросить И поэтому мы Мы семья И наверное умрем здесь На родине Я долго переваривал Эти слова Правда Но Как-то Стремление Вот Обличать систему После всего Ну довольно долго Я ездил туда И публикаций Было много Они были разными В разных изданиях Мне как-то больше Захотелось Общаться с людьми И вообще Я понял Что Во всех вот этих Вот катаклизмах Которые нам навязывают Есть единственный оплот Есть единственная опора Это вот Это мы Это близкие люди Это близкие родственники Это дети Это родители И наверное Это то Что дает И силы И уверенность И какой-то Какой-то смысл жизни Когда я попал На Семипалатинский полигон В общем Я был готов Ко всему После орала Хотя Полигон Конечно перевернул Многое в моей жизни Вообще Но тем не менее Я ехал За какими-то Очень жесткими Обличительными Какими-то Фактами Которые Ну тогда Они уже были Общеизвестны А встретил Удивительную Совершенно Какую-то Трогательную В чем-то Очень трагичную Историю Вот собственно Герой этой истории Коребек Куюков Родился он В начале 60-х Родился Визрук Горбуном Три года Родители Сдали его В детский дом Подальше Они жили В поселке Гиндебулак Что Карагандинская Область Это тоже Граница С полигоном Вот собственно Мы с ним На самом полигоне И в три года Отвезли его В детский дом Ну думали Что навсегда Что никогда Больше судьба Их не сведет Но получилось Иначе То есть В числе Других Детей Отказников И ампутантов От которых Отказались родители Коребек оказался В Ленинграде В клинике Ортопедического Института Он и такие Как он Были подопытными Кроликами Во время Многочисленных Экспериментов По изготовлению Протезов Но Коребек Родился Удивительно Живым Очень умным Очень общительным И очень талантливым Ребенком Он рисовал Рисовал прекрасно Вот так вот Он рисовал Зажав Кисть или карандаш Пальцами ног Или зубами Вот И Родители Родителям Написали письмо Ну как-то Долгое Молчание Потом все-таки Папа приехал Потом приехал Папа с мамой Ну какая-то Установилась Какая-то связь То есть Непонятно было Вообще Чем это все Закончится Ну Как бы Вот картина его В конечном итоге Коребек После окончания Техникума Оказался Оказался Все-таки В семье В те годы Алжас Сулейменов Наверное Знаете эту фамилию Известный литератор Казахский И Общественный деятель Видный Он Риан Боролся За закрытие Семипалатинского Полигона И собственно Коребек И Алжас Они должны были Встретиться И они встретились Коребек сразу стал Не просто активным Участником Этого движения Коребек стал Его знаменем По сути Потому что Брифинги Международной конференции Он везде выступал Рассказывал Он был сам Как ходячий Ну Живой Живое Как бы Подтверждение всего того Что может сделать С человеком Ну вот такое Что с ним Произошло Его работы Стали покупать Он Стал состоятельным По казахским меркам Человеком И Из Иждивенца Он вдруг Стал кормильцем Семьи Понимаете Случилась такая Неожиданная Совершенная Метаморфоза Естественно К нему изменилось Отношение Самой семьи И Он это делал Ну Понимаете Это Очень красиво Им построили дом В Игин-де-Булаке Он получал Какую-то стипендию Он фактически Содержал своих родственников Братьев Сестер И это было замечательно Замечательно На все это было смотреть Трогательно Общался отец С ним Он даже его стеснялся Они его не понимали Часто Потому что он не говорил Хорошо на казахском языке А говорил по-русски А они совсем Не понимали по-русски В общем Понимаете Это была Такая удивительная идиллия В которой было Очень много полутонов И невозможно Было смотреть на это Ну Я не скажу слово Умиление Но во всяком случае Это вызывало Какое-то уважение После всего Так сложилась Эта жизнь И так вот Они в конечном итоге Из этой жизни вышли Мы Расстались неизбежно С Карибеком Я проработал с ним Года два Что-то Года полтора назад Наверное Разбирая почту Я споткнулся Об его фамилию В ту ночь Мы проговорили По скайпу Ну Наверное Всю ночь и говорили Он Конечно Возмужал Ему сейчас Где-то больше Сорока лет Мы работали Когда ему было Двадцать четыре Он востребован Он по-прежнему Активен Невозможно Не узнать Характерные Нотки В ее голосе Тональность Такая вот Которая Которая присуща Двадцать четыре Двадцать четыре Двадцать четыре Это серьезные Серьезные проблемы Откочевали Откочевали Древние Найман Предки Предки этих людей Откочевали В поисках Наверное Лучшей доли Как раз В то пограничье Которое Между Россией Китаем И Монголией Они доставляли Массу хлопот Местному населению Угоняли скот Силой брали Красивых женщин В жены Хулиганили Балагурили Ну в общем Это был такой Совершенно Классический Воинственный Классическая В смысле Воинственности Агрессивности Племя Которое Усмирить И успокоить Было Крайне Крайне Сложно Еще в силу Обстоятельств Вполне Исторических Не было Четкой Демаркации Границ И эти Найманы Которым Было Выгодно Сегодня Оказаться На территории России Завтра На территории Монголии Потом В другом Месте Они В общем-то Успокоились Только Когда Сложилась Советская Россия Они Осели Что называется Это вот Семья Семья Монгельды А Монгельды Меня сразу Как бы Увлек Своей Какой-то Совершенно Нереальной Кипучей Энергией И Он пытался Усмирить Ее В молитвах Направить В мирное Русло Иногда Ему Это Удавалось Ну Вообще Это Потрясающий Человек Он После Окончания Школы Поступил Выбрал Сам В семинарию Но Закончить Ее По Семья Он Он Семья Семья В Казахстана Дело Получило Очень Большую Огласку Ему Позволили Закончить Курсы Выдали Как раз Фактически Помогало Родителям Восстановиться Ну Как бы Там И гражданство Надо было Получать Заново И Дом Строить В общем Меня В принципе Очень Нравится Как Живут Пастухи В горах Они Реально Очень тяжелый Очень Ну Как бы Суровый Труд Быт Вместе С тем Сложно Не заметить Как они Внутри Относятся К старикам К детям Насколько Они помогают Друг другу В горе Независимости От того Какие отношения Внутри Родственников В случае Экстренных Они Объединяются Кто деньгами Кто живностью Кто руками Вытаскивают Из любых Ситуаций И это Потрясло Меня это Потрясло Точно так же Как Что каждый Из них Знает Своих Родственников До седьмого Колена Я своих Дальше Третьего Не знаю Вот И Собственно Говоря Вот Общение С казахами Их Жизнь Их Быть Меня Каким-то Образом Натолкнуло На собственные Исследования По своим Корням Больше даже Чем по корням Мне вообще Как-то стало Интересно Что такое Ну как бы Русская Духовность Какие Мы В этом Плане Вот И Собственно Вдохновленный Что ли Их Опытом Жизненным Их Отношениями В семье Я опустился В какие-то Собственные Расследования И Героями Моих Фотографий Стали Простые Люди Это В деревнях Я снимаю Много Путешествую Много Снимаю Вот сейчас Мы доберемся Надеюсь До Ну вот Русская деревня Тема Которая Называется Корешки На одной Из выставок В Томске Журналистка Спросила меня Почему на моих Фотографиях Так много Неустроенного Быта И тяжелого Физического Труда По ее мнению Это все Умирающая И уходящая Натура А жизнь Должна кипеть В городах В мегаполюсах И там Должно Коваться Человеческое Счастье Да Хорошо бы Если бы Это было Так Но Россия Молодая Страна Известный Фотограф Картье Брессон Сказал Как-то Что у Каждой Страны Есть Как и у Людей Есть И судьба Своя И возраст Свой И К сожалению Вот Или может быть К счастью Я не знаю Но Наполнение Вот Все то Технократичное Которое У нас Есть Оно Все-таки Суть у Провинциальная Суть деревенская Визуальный И ментальный Образ России Все-таки Провинциальный И Если Каждая Страна Имеет Какую-то Свою Структуру Организационную Которая Обусловлена Чаще всего Развитием Техники Государственным Обустройством И Люди Мигрируя Из страны В страну Как бы Довольно Спокойно Приспосабливаются Мы Натуры Обучаемые А вот Все что касается Духовного Образа Жизни Духовного Облика То он Неизменен С моей точки Зрения Как минимум С времен Рождества Христова И Вот Фундамент Этот На котором Формируется Духовный Облик Человека Он стоит Как раз таки Строится В основном На семейных Отношениях На духовных Традициях На семейных На понятии Крови Родословной Абсолютно Точно Уверен Что Настоящие Сильные Личности Могут Состояться Только В добрых И В очень Хороших С этой Точки Зрения Семья Ну и Завершить Мне хотелось Бы Опять же Словами Кортье Брессона Он говорил Что В мире Раздираемой Ноживой Слава Богу Есть Дружба И Слава Богу Есть Любовь Спасибо Спасибо Слава Богу